Привет, мобильные геймеры! Вы, как всегда, на канале MobileGamer. И в данном видеоролике я расскажу о втором бета-тесте мобильного Апекса, который на данный момент проходит в Индии. А также помогу вам скачать и установить его на ваше Android-устройство. Поэтому, если тебе интересно, усаживайся поудобнее. И не забудь поставить лайк и подписаться на данный канал, чтобы быть в курсе всех самых интересных игр на Android и iOS. Ну а мы начинаем! Сегодня, 19 мая, несколько часов назад началось второе региональное тестирование Apex Legends Mobile. И на данный момент игра до сих пор тестируется в Индии, что крайне удивительно. Ведь разработчики совсем недавно обещали в этом месяце запустить тестирование именно на Филиппинах. Однако для меня и для вас, зрителей, это не помеха. Конечно, если ваше устройство и ранее поддерживало первую бета-версию мобильного Апекса, то переживать не стоит, вы спокойно сможете скачать данный бета-тест из Google Play. При учете того, что ваш Google Play аккаунт привязан к региону Индии, а также используя мумбайский VPN. И вы можете не переживать, что ваш аккаунт гостя или EA аккаунт забанит в Apex Legends Mobile. Такая участь грозит только тем, кто скачивает мобильный Апекса сторонних источников. Я уверен, что повторится ситуация, аналогичная с первой беткой, когда через день после ее старта прошла волна банов тех, которые установили мобильный Апекса не из Google Play. Но давайте не будем о грустном. Так и так, прогресс бетки не перенесется на релизную версию мобильного Апекса. Поэтому я вставлю инструкцию с прошлого своего видеоролика по Apex Legends Mobile, где я рассказал, как же установить первую бетку. Поменялись только сами файлы, включающие в себя установочный АПК файл и папку с кэшем, которую нужно распаковать в Android OBB. Ну а при первом запуске игра начнет загружать данные в размере 424 мегабайта, после чего предоставится выбор социальной сети для авторизации. Выбираем либо EA, либо заходим через гостя. На данный момент вход через Google Play Games не работает. Также обязательно при входе в игру необходимо использовать VPN на Индию, а именно Mumbai 1. Данный VPN и все файлы, необходимые для установки, вы можете найти именно в данном телеграм-канале. Ссылочку на него я оставлю в описании по данным видео. После установки VPN вы заходите в него, выбираете пробный период на 7 дней, указываете свою почту, выбираете VPN на Индию Mumbai 1, и вуаля, VPN клиент работает. Но если будут какие-то проблемы по установке второй бета-версии Apex Legends Mobile, то не бойтесь, задавайте вопросы, я обязательно решу вашу проблему. Самих же изменений в новой бете не так уж и много. Сам список оружия внутри бета не изменился. Но разработчики изменили награды за повышение уровня. Из новых наград наблюдается только Bangalore. Настрой графики и звука все так же нет. Но как по мне, графика в игре чуть-чуть улучшилась. Также чуть-чуть поработали над оптимизацией, но у меня почему-то имеется проблема с вылетом клиента игры. Не знаю, может быть проблема в самом VPN. И подключению к серверам игры. Но остальном новая бета мобильного Apex ничуть не изменилась. Все так же наблюдается огромное количество багов, лагов и проблем с оптимизацией игры. Но лично меня радует тот факт, что разработчики на такой ранней стадии бета-теста игры уже занимаются добавлением дополнительного контента в игру. Да, хромает оптимизация игры. Но на данный момент это можно простить. Так как до официального релиза мобильного Apex еще несколько месяцев. И за это долгое время разработчики могут отполировать игру до идеала. Наконец-то добавить графические настройки в игру. И просто исправить огромное количество багов и лагов, которые на данный момент мешают погружению в мобильный Apex. И оставляют негативное впечатление об игре. А то некоторые фанаты мобильного папка и Free Fire поиграли в игру, увидели, что она еще очень сырая, не посмотрели даже, что она находится в стадии бета-теста, и без причин начали делать дерзкие заявления, что, мол, их игра просто великая, а мобильный Apex это отрыжка, которая недостойна выпуска на мобильной платформе. Вот когда мобильный Apex выйдет в глобальный релиз, тогда и поговорим. А пока что у меня на этом все. Будет интересно узнать в комментариях, каким образом вы смогли поиграть во вторую бета-версию Apex Legends Mobile? Ну а сегодня с вами, как всегда, был ваш любимый мобайл геймер. Не болейте, играйте только хорошие игры. Пока-пока, и увидимся в следующих видеороликах не только по Apex Legends Mobile, но и по другим мобильным играм. До скорого!